Мы до сих пор отрождествляли чувство и тело. Телесная форма, форма чувства – это одно и то же. Причем и тело, и чувство были неотделимы от предмета. Чувственная форма, она же телесная форма, это форма предмета. И мысль, когда воздействует на чувство, она не меняет, она меняет предмет. Предмет становится в чувстве, а чувство пассивно и равно себе. Тело пассивно и равно себе, душа воздействует на тело, но тело не меняет, потому что тело равно себе. Но я обратил внимание на одно обстоятельство. Всякое проявление тела является и чувством, и действием. Двигая рукой, я чувствую сопротивление воздуха, напряжение мышц, внутренние и внешние впечатления, переживания, восприятия. Но кроме этого, я, собственно, двигаю рукой. То есть у всякого проявления тела есть две разные стороны. Одно, еще раз скажу, это впечатление, а другое, это, собственно говоря, изменение движения, положения тела. И подумалось, что поймать действие, как действие, без впечатления, это возможно. То есть действие не как получение впечатлений, я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на Булата, я приводил этот пример уже. С одной стороны, я, конечно, смотрю на Булата тем самым. И смыслом моего движения, тела движения является впечатление посмотреть на Булата. А с другой стороны, это, собственно говоря, движение, поворот головы, прищур глаз. Все это просто действие. Просто совершаемая перемена положения тела. И я решил назвать это поведением. Поведение – это тело, взятое без предмета. Как жест, действие. То есть первым шагом было вычленение действия от восприятия. То есть разведение. Если раньше у нас чувство и тело было одними и тем же. Что делает тело? Чувствует. Если раньше у нас чувство и тело было одними и тем же. Теперь мы говорим о теле, которое решено чувство. Потому что чувство – это чувство чего-то. То есть необходим предмет. А мы берем действие как действие. Я повернул голову в сторону Булата, как подсолнух, в сторону Солнца. Подсолнух, с одной стороны, это приближение тепла, а с другой стороны, это просто вот головка поворачивается. То есть наша мысль, наша мыслящая форма, наша мысль – в состоянии отличить тело от чувства. И представить себе, помыслить свое тело, не как чувствующее тело, а как движущееся тело. То есть мы получаем, таким образом, видимо, получаем движение как таковое, без предмета. Потому что еще раз, чувство предполагает предмет. При этом, если мы возьмем тело как ставшее, оно становится чувствованием. Потому что ставшее тело, готовое, равное себе тело, форма тела, равномерно. Тело – это форма, не надо напоминать об этом. Тело – это форма. Тело, ставшее, становится формой предмета. Если мы будем настаивать по-прежнему, что оно берется без предмета, то оно окажется пустой формой, что глупо. Пустых форм не бывает. Значит, тело получает смысл такой, какой раньше имел предмет. То есть тело – то, что становится как тело. Телесная форма становится как телесная форма, уже не будучи чувством. На самом деле, мое движение руки, как движение, оно не может иметь завершенного вида. Тогда если он будет иметь завершенный вид, то я обязательно ничего не схвачу. Пусть почувствую что-нибудь. А как движение, оно существует только в установлении. И тем напоминает предмет. Если бы предмет мы элиминировали, убрали, то тело может существовать только как становящееся тело. То есть перенять основную характеристику существования предмета, существования, становления. Пока мы удерживаем тело как становящийся жест, мы удерживаем тело как тело безотносительно предмета, который можно было бы как-то чувствовать. То есть речь идет об отношении души и тела без предмета. Итак, поведение – это отношение души и тела без предмета. Если есть предмет, то это уже знание, а не поведение. А мы хотим поведение. Или все-таки для души предметом становится его телом? Или так. То есть функции предмета действительно переходят к телу. Потому что тело берется в становление. Еще раз, как ставшее, оно становится формой предмета. Поэтому только становящееся тело может обойтись без предмета. То есть мысль – мы, я, сознаем тело в становлении, или как тело. И это называется поведением. В отличие от познания. Мы говорили, что никто так вопрос отнюдь не ставил. Поведение – это эмоции, это мораль, это все такое. А, собственно, поведение как поведение, как просто жест. Так вопрос никто не ставит. Вопросы о воле ставишь? Вопрос воли здесь возникает. Ну, воля – это тоже выбор между предметами. Согласитесь, классическая философия. Да, непонятно. Так ведь и предмет бывает становящийся? Предмет только становящийся и бывает, да. Так у нас получается… Так каким образом различить тело? Ведь тело, когда, если мы говорим, что если тело стало, то есть жест завершен, то это означает, что предмет стал, но сам предмет стал и становится. Как это соотнести? Как здесь отличить тело от становящегося предмета? Ведь тело только делает, что становится, но и предмет становится. Где граница между ними? Когда предмет становится тело, ставшее, равное себе. Вот, вот, вот. Самая простая форма. Форма остается равной себе, предмет становится. Он становится, он не просто вот он. Вот, вот, вот. Как у нас всегда было. А, тогда просто форма равна себе. А теперь форма не равна себе? Да, теперь форма сама является предметами, она сама становится как форма, но не как чувство, а как жест. Тут некий новый смысл формы, который может меняться. Я тоже удивлялся. То есть форма всегда как бы определение вроде нечто, что равное самой себе. А здесь как бы форма, она самой себе не равна. Да как форму противопоставить самому себе? Форма противопоставить как становящее исчезавшим? Таким образом форма противопоставить сама себе? Как законченный жест, возможности жеста? Я не... Как мысль о жести и самим жестом. То есть форме... Жесту придает форма мысль. То есть форма формы тела как бы здесь является... То есть как бы у тела как бы является вторая форма. Вот на нее есть какая-то первая форма, а это как бы вторая форма, которая возникает как мысль. Мысль формирует тело. Жест по определению есть нечто ставшее. Да? Жест же всегда не полжеста, не треть жеста, не четвертое. Жест это нечто завершенное. Вот он и жест. Ну вот нет, вроде как получается. Потому что если он будет завершен, он... Он превратится в форму воспринятия. Он не может быть завершен. Он только как жест становится. Движение руки не может быть... Ну, я сказал уже вот. Не может быть завершено, она сразу почувствует то, что находится под рукой. Вот жест как жест схватывается, только пока он как жест становится. Я поднимаю руку, еще не понятно, что я делаю. Мысль уже знает, что я делаю. Это трудный вопрос. Я могу только была-то повторить, что мысль сознает тело как... Не как форма предмета. Как незаконченное жесто. Как незаконченное жесто, да. А что это значит, что она сознает? То ли она имеет этот жест уже в виду? То ли мысль этот жест уже готов? Я, честно говоря, не знаю, как это сказать. Понятно, что мысль направляет, что тело будет мертвым, если мысль не будет направлять. Но просто сознает. Только так я могу сказать. Сознает жест как незавершенный. И только поэтому удерживает его как жест. Далее, в этом отношении, то есть поведение – это отношение двух форм – мыслящий и интересный. Без предмета. Я не знаю, как сказать. Мысль направляет жест. Формирует. Формирует жест. Но как именно становясь, поэтому, наверное, нельзя сказать, что она же имеет его готовым. Но если она формирует, как она будет иметь его готовым. Собственно, отношение… Вот кроме слова «сознает», жест как жест, яль. Вопрос, видимо, так стоит. Либо в мысе есть готовый жест, либо как-то иначе. Готовый жест – это, наверное, смысл жеста. Ну, готовый жест – это, как бы, да. Или готовый жест имеет в виду… Тоже не очень удовлетворительный. Или имеется в виду, как бы, само количество действий, которое нужно выполнить. В чем готовность? Жест, ведь, готов в своем смысле, и ты осуществляешь жест, имеет для туники его смысл. И смысл управляет какими-то последовательностью действия тела. Так что? Или мы без смысла пока работаем? А Бог и узнает. Все одно, чтобы направлять, нужно иметь управление. Понятно, что я двигаю рукой не самопроизвольно, не по действиям тока, но произвольно шевелю рукой. То есть мышь направляет движение рукой. но валит и не на мысль. Или мы говорили, все-таки такая инстанция, как я. Ну, мы вот находимся на первой стадии, когда мысль действительно сознает руку движущейся. Кроме того, как сознает, я не знаю, как это выразить. Ну, может, этого достаточно, чтобы сказать, что направляет, раз сознает. Но есть же сознание без движения? Кроме активности, никакой другой активности, кроме сознания, мысли нет. Не, ну, можно же осознавать и не... Я осознаю, что двигаю рукой. Все. Тем самым я и двигаю. Это может осознавать, что ты двигаешь рукой, и рукой не двигать. С другой стороны. Ну, может, это так, что мы еще не различили здесь мысль, как... Она, конечно, направляет, но она еще не знает себя направляющего. Так, наверное, было бы правильнее сказать. Я осознаю руку движущей, тем самым двигаю рукой, но я еще не понимаю, как я это делаю. Я просто двигаю рукой. А мыслящие формы и я, это одно и то же не... Мы еще не знаем, что значит сознавать. Давайте считать одними и тем же. Теомнологически просто. Нет, просто я к тому, что... Я отражал всегда слово «мы», но... Я и я, чтобы путаницы не было. Я у нас и мыслящие формы, это одно и то же пока, да? Пока, да. Ну, может, не просто пока. Пока мы можем сказать, что я осознаю руку движущейся, тем самым, собственно говоря, двигаю ее. Что значит сознавать, мы еще не знаем. Сознавать и мысли тоже одно и то же. Да. Таких различий мы не делаем. Итак, в движении рукой мы находим две стороны. То есть сама мысль, которая сознает, находит две стороны. Одна сторона заключается в том, что всякое конкретное движение является вместе тем движением вообще. Чистым движением. Движением, которое не различает, движение рукой, или ногой, или головой, или плечом, или языком. И вычленяя в конкретном жесте чистое движение, мысль тем самым соотносится в этом движении с собой. Чистое движение – это аспект простого движения. Мы деляем как аспект чистое движение, и вот с этого момента становится, на мой взгляд, интересно. потому что мы вычленяем… Потому что, говоря вообще, есть такая вот интуиция. мысль, в теле, в телесном движении, в жесте, мысль, с одной стороны, соотносится с собой как с формой, а с другой стороны, соотносится с иным как конкретной чувственной формой. Чувственная форма, когда она в чистоте без предмета берется, когда с предметом вся тяжесть на предмете, вся тяжесть нашего внимания к предмете. Но когда мы берем тело как тело, то она оказывается, с одной стороны, формой, а с другой стороны – чувственной формой. И в теле, в телесной форме, мысль, с одной стороны, соотносится с собой, мы в каждый момент все время соотносим с собой, потому что это форма. И то форма, и эта форма. А с другой стороны, соотносится с иным, потому что это чувственная форма. Движение именно рукой, именно вверх или вниз, именно правой рукой. Поэтому, можно сказать так, в теле, в телесной форме, мысль с одной стороны соотносится с собой, как с формой, а с другой стороны, соотносится с иным, как телесной формой. Как форма мысль ничем не отличается, тело ничем не отличается от мысли, и то форма, и эта форма, а как телесная форма, тело есть нечто иное, как конкретно эмпирическая форма, чувственная форма, движение именно рукой, а не чьей-нибудь еще. Какое-то конкретное движение, оно есть нечто иное, нежели мысль. То есть в теории, как в форме мысль находит себя, соотносится с собой в этом движении, а как в чувственной форме соотносится с собой. Каким образом мысль соотносится с собой? Тем способом, что выделяет. То есть мы раскрываем эту интуицию. Это такая вот фраза, несколько волнующая. Что в теле мысль с одной стороны соотносится с собой, а с другой стороны с иным. Поскольку тело форма, то мысль соотносится в теле с собой. Поскольку мысль есть конкретная форма, то с иным. Мы раскрываем эту интуицию. Она заключается в том, что мы... Мысль. Мысль может вычленить в конкретном движении, в реальном движении. Два момента. Один абстрактный, чистый, другой конкретный. Поскольку движение рукой мы выделяем просто движение, мысль соотносится с собой. И как просто движение, движение рукой ничем не отличается от мысля. Оно просто совершается. Как просто движение, оно просто совершается. И в этом совершении движение, поскольку мысль выделяет этот аспект, оно становится с собой. А вот воображаемое движение, это какое движение? Мысль, мысленное или какое? Или это какую-то другую особую? У Канта на самом деле именно воображение является трансцендентальной схемой для того, чтобы мысль смогла воплотиться в этот предмет. То есть для того, чтобы понять и перенести на предмет, нужна некая трансцендентальная схема, которая базируется на воображении. Нам такие не нужно различить? Потому что мы вот говорим мысленное движение. А что такое мысленное движение? Это воображение? Или это мысленное движение, это понятие движения как такое? Я не говорю о мысленном движении. Я говорю о том, что в реальном движении вычленяется аспект. Какой-то тот аспект – это воображаемое движение? Или это просто понятие движения как такового? Понятие движения, я думаю, да. Воображение тут приплетать, по-моему, ни к чему. Это реальное движение рукой, в котором я выделяю момент чистого, абстрактного или простого движения. Мне просто же можно как мыслить? Я хочу, кстати, дойти до двери. Я могу сначала наяву увидеть эту цель, понять, как ее осуществить, как-то воображение, а потом действительно ее осуществить, взять и конкретно пройти. То есть, вначале это был как бы некого рода замысел, а потом конкретное осуществление. Мы сразу теряем чистоту рассуждения, на мой взгляд. Потому что чистота рассуждения заключается в том, что мы не зачем-то поднимаем руку, а просто поднимаем руку. Мы не вводим ни цели, ни смысла, ничего не вводим. Мы просто поднимаем руку. Просто в понятии движения нет ничего. Это пустое понятие. Мы сознаем то, что поднимаем руку, и больше ничего не сознаем. Понятие движения – это ведь не движение. Что ты называешь это движение? Некого рода мысль о том, что такое движение. Что такое движение, на ответ, что такое движение, есть некого рода понятие движения. Но это понятие движения просто в чем состоит? Говоря о понятии движения, мы обозначаем то, каким образом мысль осознает это движение. Возьмем классическую механику. Что такое было бы понятие движения? Было бы много чего. Перемещение из одного положения в другое. Движение по плоскости. Какие-то можно было бы выписать характеристики этого движения. То есть понятие движения в классической механике сложно. Достаточно большое описание, что это такое. Но в философии понятие движения – это просто некого рода интуиция, что такое движение и все. Поэтому я не понимаю, что мы когда видим чистые движения, мы что видим-то? Все-таки воображаемое движение в каком-то смысле? То есть так, как классический… Не воображаемое. Еще раз. В реальном движении мысль различает два момента. В реальном движении. Это не умозрение. Это не воображение, что я сижу и думаю о движении. Нет, я не говорю про воображение. Я в движении различаю два момента. Я говорю про воображение в том смысле, что я заранее предвижу, как я буду двигаться. Вот еще раз. Еще раз. Не про то речь. А речь про то, что в реальном движении рукой я различаю два момента. И вот это мое различение и вот мое целостное понимание, осознание этого движения – это и есть понятие движения. Может быть, это неудачное слово в данном случае – понятие. Но это не является чем-то оторванным от реального движения. Каким-то воображением, планом. Я думаю через пять минут шевернуть правой рукой. Ничего подобного. Нет, но тогда надо понять, что такое понятие движения. Если понятие движения – это дублирование конкретного движения. Еще раз. Это не дублирование. Ну сколько это можно повторять? Я не знаю. А ты так настырно говоришь? А ты думаешь, что очень просто говоришь о том, что в конкретном движении мы различаем два движения. Движение конкретное и абстрактное. Два аспекта. Два аспекта. Вот и поясни мне, что такое абстрактное движение в конкретном движении. Нет. Это не абстрактное движение в конкретном движении. Это чистое движение. Это то обстоятельство, что в этом движении мысль соотносится сама с собой. Собственно, вычленение этого аспекта и есть установление отношения мысли с собой в телесном движении. Это как бы одно и то же. Вычленение этого аспекта означает, что мысль сознаёт себя в теле. Сознаёт себя в теле. То есть возникает ситуация «я равно я». Но ведь «я равно я» и равное равенство мысли себе было всегда. И до всякого движения, оно вообще изначально. Это определение, что такое форма. Тем более своей чистотели. Но это всегда относилось к мысли. Да. Но мысль не может увидеть ни в себя ничего. Правильно? Нет. Мысли всегда соотносят только с мыслью. Нет. Вот в данном случае мысли соотносятся и с собой, и с иным. Но вот как мысли соотносятся с иным, я не очень понимаю. Потому что иной для мысли, да, это на самом деле непознаваемо. Вы абсолютно правы, да. Относиться с иным – это проблема. Но просто мы потом увидим, что через отношение с собой мысли соотносятся с иным. Кроме Игоря, все это уже слышали. А так, в принципе, да. Отношение с иным – это некоторая такая фраза. Но, тем не менее, чтобы двигаться. Важно, чтобы понять, что мы соотносятся с собой. В теле. Мысли в теле, в телесном движении, в телесном жести соотносятся с собой. Вот телесный жесть становится, и мы в этом становящемся в телесном жести вычленяем аспект чистого движения. Простого движения. Который не отличается от мысли. Ну, конечно, является аспектом. Не значит, что тело не отличается от мысли. Чистое движение является аспектом телесного движения. И в этом аспекте, в этой стороне мысль – тело, мысль – соотносятся с собой. Поэтому мы понимаем, что «я двигаю». Только потому, что я соотношусь с собой с движением рукой, значит, я руку потерял совсем, руки бы не было. Я, мысль, рука рукой, и я бы ни за что не догадался, что я двигаю рукой. А как я догадываюсь, что я двигаю рукой? Потому что в каждом моменте движения я в состоянии выделить аспект. Такой аспект этого движения, в котором мысль, то есть я, соотношусь с собой. Поэтому я понимаю, что я двигаю рукой, хотя я не есть рука, но двигаю рукой я. А когда мы переходим к другому аспекту движения, то есть к движению, как конкретно чувствуемому движению, мы имеем руку, и якобы не узнаю себя в этой руке. Возникает такая, тоже, еще одна интуиция изначальная. пробуждающая наш интерес. С одной стороны, я ясно понимаю, что я двигаю рукой, с другой стороны, я так же ясно понимаю, что я не есть рука. Хотя больше я ничего не делаю. В данный момент я просто двигаю рукой. Но я при этом не есть рука. С одной стороны, я двигаю рукой, поэтому как бы обретаю себя в этом движении. А с другой стороны, я не есть рука, потому что она рука, где рука, где я. Эти два аспекта, простое движение и конкретно чувственное движение, задают нам ситуацию. То есть, с одной стороны, я понимаю, что я двигаю рукой в каждое мгновение, с другой стороны, я понимаю, что я теряю себя каждое мгновение в руке, потому что я не есть я. То есть, как бы два отношения. В первом аспекте, я есть я, поскольку я движу рукой, я всегда убеждаюсь в этом, что я есть я. А обычно ли я не есть я? Я каждый раз теряю себя, не могу узнать или потерять себя в этом аспекте. Далее. Далее мы понимаем, что первый аспект – я равно я. Логически первее второго аспекта – я не есть я. Я есть я прежде, нежели я не есть я. Почему? Потому что, по определению, отношение мысли с собой в телесном движении, отношение мысли с собой в телесном движении – это всегда равенство себе. В общем, интересное равенство. Мы говорили об этом картезианском равенстве, там совсем другое. Там равенство покоряще есть. Здесь мы имеем равенство себе в движении. Наверное, это трудно понять. Один из аспектов движения обеспечивает нам что? Что в телесном движении мы все время равны себе. С одной стороны. И другого равенства с собой нет. Мы с вами всю дорогу избегали созерцания. А я равно я – это как бы фундамент созерцания. Это, собственно, и есть созерцание – я равно я. Тогда мы покоимся по-картезиански. Созерцаем себя. Мы созерцает мысль. Когита – эргосум. И все прекрасно. Мы говорим о другом. Что в телесном движении, поскольку мы движемся, движемся, и поскольку мы в этом телесном движении выделяем чистое движение… А мне не перестать быть движением, естественно. Рука не останавливается, когда я выделяю чистое движение. Движение продолжается как аспект реального движения. Но в этом продолжающемся движении я равен себе с одной стороны. Я равно я возникает как отношение мысли и тела. А с другой стороны, поскольку всякое движение не есть только чистое движение, оно есть, безусловно, конкретно чувственное движение, то я не есть я. И то, и другое достигается в движении. Тут есть какая-то аналогия… Вот вспомните Сейда Синтона, я говорю, что для того, чтобы увидеть стол, чувственное передо мной стоящее стол, недостаточно как бы только чувственного тона. Нужно, чтобы еще обладать так же и идеей скала. Получается, что восприятие стола двухуровневое, и на чувственные данные накладывается не просто понятие стола абстрактное. Здесь так же получается, что движение как-то странное, что недостаточно просто совершать движение, то самое конкретное, надо еще иметь понятие движения, и туда его вкладывает. Так же. На опять Булат, смотрите, если брать эйдес. Эйдес – это тоже принцип созерцания. Там никакого тела, мысль мыслит мысль. Это тоже самое когите. Чистая идея стола, разумеется, она решена всякой телесности. Если мы ее созерцаем, то это и означает, что мысль соотносится с собой, тем самым следует за эту идею стола. У нас совсем другой разговор. В идее стола там, где равна себе. Может быть, в предмете мысль теряет себя. Может, такая аналогия и есть у Платона. То есть в идее мысль соотносится с собой, а в столе мысль соотносится с иным. Так прямо у Платона я этого никогда не встречал, но, может быть, это предполагается. Может быть. Но в любом случае у нас совсем другая ситуация. Если мы продолжаем эту смелую и неоправданную аналогию, то мы в столе находим идею стола, как бы в самом столе, как аспект самого стола. Другим аспектом является стол. С одной стороны, он стол вообще, оставаясь телесным. Мы идем, находим идею. А с другой стороны, он является конкретным столом. Но Платон не выдержит, потом уже перевернулся в гробу. Я понимаю. Но тогда сразу возникает Дегель. Потому что у Дегеля, на самом деле, мышление, оно присматривает в предмете то, что ему соответствует. То есть одновременно предмет является и предметом вообще, и примером чего-либо. Стол является столом вообще и примером стола. То есть мысль высматривает предмет и то, что может быть. То, на что только у него хватает. То есть форма выхватывает из мира то, что она, в принципе, может быть. Боюсь, что у Игоря то же самое, что у Платонова, знаете. Тоже мысль соотносится с собой, когда в примере соотносится с иным. А у нас нет. У нас и свое, и иное в физическом движении. Нет отношения мысли с собой. Есть отношения мысли с собой в физическом телесном движении. Это слишком большая разница, чтобы проводить какие-то аналогии, на мой взгляд. Просто мысль соотносится с собой – это созерцание. А мысль соотносится с собой в телесном движении – это никакое не созерцание. Мы продолжаем двигать рукой. Только потому что относится с собой. Ничего себе кофе-то. Итак, мы в телесном движении выделяем аспект чистого движения, простого движения, который оказывается первее. Почему первее второго аспекта? Потому что отношения с собой – это всегда актуальность. Движение достигаемое. То есть это все-таки опосредованное отношение с собой, да? Через тело. А оно же как бы или чистое, это отношение с собой. Если чистое отношение с собой, то зачем вообще нужно в тело погружать его? Оно и до этого было. Изначально всегда есть. Если опосредованное… То есть мысль погружает себя в тело и опосредованно соотносится в теле с собой. Так что ли? Нет, пожалуй, что не так. Это же аспект. Это же аспект, который не мыслям сам по себе. Любая идея платоновская мысляма сама по себе. Вот именно трудность Платона, что мысль не нуждается в предмете. Предмет может перенуждается в мысли, но мысль в предмете точно не нуждается. А здесь просто это аспект предмета, если хотите. Каким-то предметом является телесное движение. Так все-таки, как оно ему дано? Это сознание, собственно, телесное движение? Или это просто постулат? Ведь это же, что касается руки и ноги, это понятно, что нам дано наше собственное движение. Например, в цикле это расширение зрачка – не дано. Барабанная перепонка – не дана никак. Мы в этот момент, когда видим или слышим, мы не можем понять, что мы телесные. В этом смысле наша телесность полностью погибает и исчезает в предмете, которую мы видим. Но почему это, когда касается жеста? То есть руки, ноги или какого-то другого жеста? В чем специфика жеста в относительности других проявлений нашего тела? Ну, осознательные. Ну, только осознательные движения, Александр. Тогда нам надо понять движение, как движение. Это просто постулат. Движение нашего тела, как некая данность. Ведь когда же я смотрю движение моего тела, как некая данность, не дана нисколько. А когда вы прищуриваетесь, да, вы… А когда я сплескиваю руками, то дана. Потом, когда я сплескиваю руками, речь идет о чем-то другом, а не восприятии предмета, безусловно. Не восприятие тсталата. Конечно. Когда вы смотрите на стол, вы, с одной стороны, воспринимаете, с другой стороны, совершаете жест, раскрываете там… В чем сознательно раскрываете глаза, поднимаете веки, прищуриваетесь. Это… это жест, но не восприятие. И он дан только установлению. Извините. Алло? Я. А что я? Я понял, но я не записывался к вам. Профилактический осмотр. Хорошо. Хорошо. Ага. Я подумаю. Хорошо. И вам позвоню. Хорошо. Спасибо большое. А когда это будет вообще? Хорошо. Я подумаю, позвоню. Спасибо большое. Всего доброго. Ну, мы рассматриваем самую первую интуицию, поэтому, собственно, добавить мне нечего. Я хотел сказать, что всякое проявление тела имеет момент восприятия, впечатления и момент движения. Движение схватывается через становление оного. Все, что я могу сказать, на самом деле… Дальше это будет раскрываться как-то. Потому что мы пытались понять, почему мое движение понимается как мое движение. Потому что в этом движении я соотношусь с собой. Почему я в этом движении соотношусь с собой? Потому что я в нем, в этом движении, выделяю простое движение. Которое, оставаясь телесным, тем не менее, ничем не отличается от мысли. Но является аспектом. Мысль самодавляющая. А это аспект телесного движения, вся разница. Как аспект, он остается неотличивым от мысли. Но только как аспект. При обязательном присутствии другого аспекта. Мысли не может вычинить этот аспект и погрузиться в него. Забыв о втором аспекте. Но в этом аспекте мысль, вроде бы, действительно соотносится с собой. Я уже, кажется, задавал этот вопрос, но совершенно не... Опять не знаю, что подумать. В целом, когда мысль перестает относиться через тело к предмету, а начинает относиться к самому телу. Тело утрачивает характеристики ставшей формы и, наоборот, оказывается становящимся некоторым незавершенным. И в этом смысле движение является незавершенным движением. Но вот в этом, после того, как мы поняли эти два аспекта, чистое движение и конкретное движение в этом движении, то можно ли сказать, что какой-то из этих аспектов отвечает за становление тела в целом? Или они тут оба причастны к этому становлению? Мы сейчас будем это разбирать. Следующим моим ходом является утверждение, что первый аспект, называемый простое движение, в котором мысль относится с собой, первее второго аспекта. Почему? Опять же, один единственный аргумент. Первый аспект, где мысль относится с собой, я есть я, это всегда схватываемое в движении равенство себе. Это всегда актуальность. Эктосхватываемое или данность? То есть мысль равна себе по определению. И когда она обносится в среду, которая не равна себе, возникает различие между тем, что действительно равна себе, и тем, что все остальное? Да. Или все-таки она опосредуется чем-то и схватывает себя уже в опосредовании как себя? Нет, опосредование заключается, видите, оно вообще есть, оно заключается только в том, что это аспект. Это, кстати, опосредование. Вполне подходит слово «опосредование», но, конечно, в другом значении, чем обычно. Не через что, а просто мы понимаем, что тут наше отношение с собой есть аспект телесного реального движения, движения рукой. Иначе говоря, в движении рукой есть как бы это «я», да, просто оно есть как субъект движения? Да. В движении рукой есть «я» как субъект движения. Почему он субъект? Потому что он первее. А почему он первее? Потому что схватываемое движение и отношение с собой – это равенство себе. В то время как движение рукой с конкретной стороны, как именно движение, именно рукой, именно вверх, именно правой рукой, есть всегда нечто становящееся, незавершённое. То есть, если мы определили как становление с самого начала любой жест, то в этом жесте мы находим, в этом становлении он остаётся становящимся. Находим момент тождества себе и момент становления. В становящемся жести, а только так он и может быть схвачен, как жест, мы находим момент тождества себе «я» равно «я» всегда. Как только вы считаете чистое движение, получили «я» равно «я». Но движение продолжается, ещё раз повторяю. Движение продолжается. И в этом продолжающем движении мы находим момент «я» равно «я». И момент становления конкретного жеста как конкретного жеста. Поскольку одно ставшее, а другое становящееся, то можем говорить так. Как ты рисовал? Нарисую ещё. Нарисую ещё. Нарисую ещё. Нарисую ещё. Проблема в понимании, что же становящееся конкретное. Оно ведь всё равно определённое. Какие становящееся. И, например, когда у нас был становящийся предмет, он уже был неопределённый. Просто становящееся и всё. Я ничего сказать не дабыл. С самого начала, можно сказать, что я рукой двигаю. Значит, это будет неосознанное жест, а то будет уже пищеварение. Нет, дело не в этом. Дело в том, что всё-таки, поскольку чувственная форма – форма, то даже в своём аспекте становления она всё равно каким-то образом определённая. Это становление, но с какой-то поправкой. Это не такое же становление, как при становлении предмета, который кроме становления никакой другой определённости не имеет. Потому что всё остальное определённость ей передаёт форму. Правильно? Да. Предмет просто становится и всё. У нас так было. Да. А теперь получается, что это становление другого рода. Не такое же, как предмет. Потому что изначально чувственная форма – она определённая форма всё-таки. Более того, конкретная форма, то есть конкретное движение рукового и прочего. Ну. В становлении в другом смысле. То есть надо различать становление, как становление предмета, и становление, как становление тела движения. Конечно. Предмет меняет форму определённости, а тело становится формой. Становится формой. Ну, правда, предмет тоже становится предметом. Получая всё новое определение, становится предметом. Сам начальник становится предметом. Сейчас он становится как предмет, а потом получается всё новое и новые определённости. И, по большому счёту, он всё время становится как предмет. а тело становится телом по мере по мере движения рукой тело становится телом мне кажется это не дело выполняет или как сказать в тело становится мыслящих мысленно форма чувственная как бы подавляется мыслящей форме доставая чувствуем да вот так сохраняя второй аспект значит мы что имеем мы имеем мыслящую форму которая движет тело есть некое движение тела я не буду его изображать в этом движении тела мы находим аспект простого движения и аспект конкретного движения два аспекта находит мысль мысль в этом движении телом которое нас узнает и определяет находит два аспекта один аспект это чистое движение другой аспект это это конкретное движение рукой поскольку в движении вычленяем простое движение мысль поскольку мысль учриняет простое движение мысль соотносится с собой поскольку мысль мыслит конкретность движение соотносится с собой так мысль конкретности она саму конкретно мысль мыслит конкретно чтобы двинуть рукой надо подумать я двину рукой чтобы это не означало направляет какие слова потреблять надо все понимать что я двигаю рукой мне кажется слово сознание которое вы сами потребили вполне достаточно чтобы двинуть рукой я должен осознавать что я двигаю рукой все до посылки для первой посылки этого достаточно что значит я осознаю что двигаю рукой я не знаю теперь пытаюсь это выяснить будущее 100 лет выясняю что это значит я понимаю что движут я думаю тоже может так рассуждать можно рассуждать что есть есть только конкретные движения правиль никаких абстрактных движений то не по факту всегда я вижу с рукой на будет от есть только конкретный я могу высмотреть конкретно движения и абстрактная да именно так или все таки есть и и другого вида движения которое бы мы назвали как-то абстрактным? Нет, нет, нет. Только высмотреть. Никакого понятия движения нет. Только высмотреть в конкретном движении простое движение. Только высмотреть, вычленить. Только как эксперт это существует. Было бы смешно, если бы мы представили телесное движение как простое, чистое движение, которое не отличается от мыслей. Что бы мы получили? Ну, пусть уже не тело, а мысль бы получили. Существует только телесное и конкретное движение. И в нём мы высматриваем чистое движение. Уговорились. Высленяем чистое движение. Вот оно, это чистое движение. Поскольку ещё раз мы её высленяем, мысль в нём, в каждом новом моменте, когда мы высленяем по мере движения, движение продолжается. Оно идёт, но в нём мы высленяем чистое движение, в котором мысль равна себе. А поскольку мы высленяем момент конкретного движения, мысль не равна себе. И это конкретное движение – это всегда становление. Всегда становление. А здесь как бы всегда равенство себе. Хотя в большинстве случаев продолжается движение. то есть в становлении мы находим момент равенства себе и момент становления. И далее я говорю, что момент равенства себе первее, нежели момент становления. то есть получается так, мысль сначала определяет вот эту ситуацию, где она равна себе, а затем уже через равенство себе, через становление равенства себе определяет эту ситуацию, конкретно чувственную ситуацию. Сначала определяет ситуацию равенство себе. Видите, есть изначальный субъект, который что-то затеял движение, который различил моменты. один из моментов. Один из моментов – это еще одно тождество. Мысль всякая, тождественная себе, она не становится. И еще одно тождество – уже тождество мыслей и чувства. В тождестве мыслей и чувства, поскольку это тождество первее. В тождестве – не тождество, а тождествление. То есть это же движение? Давайте тождествление, хорошо. Не ставшее, в смысле, а становящееся. То есть мысль приводит, чувствуя форму, в тождество с самим собой. Совершенно верно. Получается два «я», которые всех напугало. Одно «я» – это сама мысль, что естественно, это есть «я». Но когда «я» в теле равен себе, то это тоже «я». Как же иначе? Это тоже «я», но другое «я». Одно дело «я», которое движет рукой, другое дело «я», которое в движении рукой со одной со стороны. Это тоже «я». Это два разных «я», но это то и другое «я». Потому что когда «я» в движении равен себе, возникает ситуация, которую я назвал экзистенцией почему-то. Возникает ситуация, когда в движении я не утрачиваю себя, а я в восторге нахожусь. Надо подумать, называется ли это волей или наслаждением даже. Просто. Я наслаждаюсь, что движение равен собой. Когда я понимаю, что «я» двигаю рукой, я понимаю это только вот этим способом. Все время соотношать с собой. «В» – движение рукой соотношает с собой. Только так я понимаю, что «я» движу рукой. Вот это вот сознание, что «я» движу рукой. Оно отдельное, особенное. Оно этой волей и наслаждением, не знаю, как это назвать. На этой стадии просто рассуждения не могу додумать, как это назвать. Но это первее. Это первее. Только очень важно, что это первее. То, что именно рукой – это вторично. А то, что я «движу» рукой – это первично. Но «я» как причина движения. Причина всегда первее. «Я» как причина движения – это вот это «я». тоже причина движения, потому что мы сначала мыслим чистое движение, а затем и вследствие его, и через него, через него мы переходим к движению рукой. Только сначала, помыслив про движение рукой как простое движение, можно перейти к движению рукой. Это как бы две причины. Одна общая, а другая себя потеряет как причину. Итак, «я» как чистая мысль, и «я» как творчество собой в телесном движении. Два разных «я», но оба «я». Сначала я постигаю «я» первый. Постигаю, учителяя момент простого движения, постигаю себя в простом движении. А затем я мыслим уже движение рукой. Движение рукой для меня иное. Я не есть движение рукой. Для этого «я», для первого «я». Для первого «я» движение рукой есть иное. А движение как простое движение – свое. «Я». Вот с этой позиции, вот это вместе соотношение с собой, для этой позиции, я и этой позиции. Это. И на этой позиции вычленяет аспекты. Первый аспект – это отношение с собой. Второй аспект – это отношение с иными. Первый аспект – я, равное я – я есть я. второй аспект я не есть я это я первоначально обретает себя здесь и теряет себя здесь есть такие восточные практики так как раз учатся в момент момент но это вопрос такой момент действия не думать что ты делаешь не отождествляться потому что время как бы разрушение она слишком мысль очень долго доходит до цели потому что скорость реакции если бы каждый раз мы все реагировали только по разности мы бы тогда на самом деле пропускали все удары да да конечно сорокатушка обязательно запутали своих ногах сделает движение сознательно известный тоже восточный пример все сорок ног всеми сорока ногами управлять то получишь ерунду то есть то есть я обретает себя как волю и одновременно теряет себя в конкретности жеста да и обретая тебя как волю в жести конкретности жеста и вернуться конкретности жеста можно только через равенство себе сначала установить равенство себе а затем уже через это равенство перейти нельзя застреливать здесь мы обретаем и теряем это вашона в об arise когда мы находимся на уровне захочу восторженного состояния на свое время берега конечно начать у вас только на куда нужно все как вы себя никогда не теряю как как это мысли себя никогда не теряю как оно себя потеряет она обретается как боль она обретает себя какzą нет она обретает себя чуть вordon так мы доп теряет ну вот этой исход на интуицию которую В конкретности она себя теряет, точнее, в начале она обретает себя как волю, но теряет себя в конкретности проявления этой воли, в конкретности жеста. Ну что, действительно, восток, я обретаю себя как волю, но восток, да, наверное, можно почти сказать ее застанция, наверное, застанция. Потому что это исходная была ситуация, с которой я, собственно, начал. Я знаю, что я двигаю рукой, и то, что меня знает, что я не рука. Потому что, собственно, раскрытие – это интуиция. Интуиция – это просто красивая фраза, волнующая, а ее я пытался раскрыть. Я знаю, что именно я шевелю рукой, потому что все время соотношусь с собой в этом шевелении, но я всегда знаю, что я не есть рука. Что, вообще говоря, парадокс. Но дело так именно и обстоит. Я всегда знаю, что я шевелю рукой, и я точно знаю, что я не есть рука. Вот буквально не есть я рука. Рука не часть меня, все эти отговорки ничего не помогут. Я не есть рука, и я движу рукой. Поэтому считаться, что моя рука, как бы, она раскрывается вот в этом парадоксе. Моя рука тоже ни о чем не говорит. Можешь сказать, я двигаю стул, но не есть стул. Точно так. Потому что я же простое существо. Все равно я очень проста. Поэтому моя рука, часть меня, все эти сопли. А вот когда я двигаю стул? У меня есть? Не будем наживать, а? Стул я двигаю. Не важно, чем. Пина его, там, нога. Не важно. А вот я его двигаю и точно так же чувствую восторг от того, что я валю, как бы, да? Нет, вы все-таки восторг не от движения стула испытываете. А, собственно, я вас поздравляю, что вы не стул, да, но восторг вы испытываете не от движения стула, а от упредения себя как воля. Может быть, даже распространяемый на стул, если воля, то… Нет, просто здесь совершенно не важно, здесь совершенно не важно рука просто. Здесь просто любое проявление воли, да? Ну, разумеется, нога тоже была. Да нет, дело не в этом. Но сидишь за компьютером, можешь вообще ничего не делать, как бы, да, но кнопку нажимаешь, что-то там происходит. Кнопку нажимаешь. Ну, кнопку нажимаешь, да. Уже движение. Уже движение. И так, зафиксируемся на этой позиции, мы ее уже второй или третий раз проходим, но я знаю, как мне это далось, поэтому я, мягко говоря, не тороплюсь. С точки зрения этого изначального я, который, собственно, и движет рукой, сознаёт движение рукой, как движение, отношение с собой даёт нам ситуацию, наверное, воли и чего-то такого. А сознание, что я решила рукой, утрачивает эту, утрачивает эту воду. И выход здесь, я повторяю, заключается в том, чтобы не отсюда отнестись, сюда и сюда. Отсюда мы соотносимся с этим, с отношением с собой, и с этим, с отношением с иным. Отсюда. Именно отсюда. Если мы напрямую соотносим себя с иным, то мы получаем, что мы теряем себя. Но наша задача соотноситься с этим иным, сначала построить вот это, это будет первое, и уже оно будет определять иное. Тогда возьмите другая ситуация. Вот отсюда, с этой колокольненьки, это чужое. Но с этой колокольненьки, когда мы отсюда получили это, а потом... В первых, как мы рассуждаем? Получили два аспекта. В одном аспекте обретаем себя, в другом теряем себя. Это другое рассуждение. Мы сначала получаем обретательный момент. Момент восторга, так сказать, и восхищения собой. А затем уже через это... Прямо отсюда еще раз повторяю. Через вот это, через построение отношения с собой, через построение я равно я, получаем вот это. Когда я равно я, тоже становится неким субъектом, о котором сказывается движение рукой. И здесь мы уже не теряем себя. Здесь другая ситуация возникает. Отсюда мы теряем себя здесь. Здесь обретаем, здесь теряем. А вот отсюда сначала построим. Согласись, что мы сначала должны построить отношения с собой. Вот отсюда мы уже здесь не теряем себя. Здесь скорее лишь за то, что мы себя описываем. Есть я, который подвижет рукой и что-то еще делает. Это уже не потеря себя. Это уже раскрытие себя в предикате. Скорее так. Прямо я это понимаю. Чувствую, как раскрытие себя в предикате. Вот есть я, он всего лишь такой, ну я равно я, ну и что? Да, в теле. Я равно я, но... Я равно я должно быть раскрыто в предикате. Если это первее, то должно быть раскрыто. Именно движение рукой – это то, через что я себя сознаю. Движение рукой – это то, через что я себя сознаю. С этой позиции. Язык уже устал повторять одно и то же. С этой позиции. С этой позиции я просто себя теряю. С этой позиции я себя раскрываю. Хотя эта позиция никуда не делась. Разумеется. Мы должны удерживать ее. Она не исчезла. Только она позволяет вообще аспекты различить. Мы имеем архи-служию, на самом деле, структуру. Потому что этот аспект никуда не делся. Еще раз. Только он позволяет различить это и это. Но с его позиции, различающей позиции, здесь мы тебя теряем. А с позиции одного из аспектов мы себя раскрываем. То есть во втором аспекте мы раскрываем первый аспект. Все-таки тогда нельзя понимать, как я говорил, что есть мыслящая форма, и она проектирует себя в форму чувственную, и там оказывается, что она равна себе, и другой аспект, что что-то ей является иным. На самом деле, действительно, у вас, получается, два я, они просто разные. Они просто разные. Да, и получается, что форма проектирует себя в чувственную форму, и там отождествляется с чем-то иным, каким-то другим я. Не с собой. Или как-то, или опосредует себя как-то через... Ну, другим я, хорошо. Как-то непонятно. Просто, если бы форма просто была бы... Форма изначально ведь равна себе, да? Если бы она, как бы, проектировалась в чувственную форму, там бы ничего такого бы не было. А то она была равна себе и осталась себе равной. Ничего бы и не изменилось. Что она в чистоте своей, что она в телесной форме. В чем разница? Не было бы никакой разницы. Разница как раз и состоит в том, что телесная форма здесь как-то выступает опосредованием, в котором мыслящая форма отождествляется с собой. А раз она опосредует, то вот то я, которое достигается в результате опосредования, то радость, наслаждение или что-то, это некое иное состояние, чем просто чистый отождеств на себе. Конечно, иное, потому что это движение. Но слово «опосредование» вы, по-моему, все-таки зря употребляете, потому что выделение аспекта – это все, что можно сказать об опосредовании. Да, обученив аспект, мы не радуемся самого себя, а понимаем, что это лишь аспект. Но я равно я-то всегда же. Без движения, оно находится в состоянии чистоты, оно себе равно. У нас нет этого, Влад. Всю семинару уже, по крайней мере, лет пять. Я ни разу не дал поводу, не разу не дал поводу западу, ведь мы все равно себе. Нет, но мы же говорим, что форма покоится, а предмет становится формой. Правильно? Точка отчета – это форма. Значит, форма всегда равна самой себе. Просто по определению. Форма. Если вы добавите в предмете, то да. В данном случае? Да. То есть в теле в данном случае. Форма всегда отождеств на себе. Правильно? По определению. В теле. И сама в себе нет? Нет, сама по себе нет. Форма сама по себе – это все. Форма не равна себе. Она равна себе только поскольку действует. Сознает тело. В данном случае и тело. Раньше сознавало предмет. Но никогда форма не была, не совершала саму себя. Я понимаю, что это такая зараза, как в пятнадцатой больнице, но… Я настаиваю, что это так. Еще на сегодня спасибо. 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 Спасибо.